Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 24 ноября, изучаем валютную пару доллар-канадец и нефть марки Brent. На сегодня наблюдается некоторое расхождение в динамике этих инструментов. Канадец застрял в диапазоне, в то время как нефть продолжает рост. Но на этой неделе, судя по всему, это расхождение будет исправлено. Итак, давайте посмотрим подробнее. Канадский доллар продолжил торговаться в диапазоне, так и не выйдя за пределы между 1.3114 и 1.3040. Целевые уровни все еще не достигнуты, несколько попыток атаки на разворотный уровень 1.3114 прошли безуспешно. Так что обозначенные ключевые уровни все еще актуальны. Цена каждый раз возвращалась затем под сопротивление на 1.3075, где и торгуются в данный момент. Вероятно, данный флет подходит к концу и выход из него, скорее всего, завершится импульсом вниз. С учетом контекста по-прежнему ожидается снижение пары, а значит прежний сценарий на нисходящее движение все еще остается актуальным. Ну и вот на актуальном графике мы уже видим начало реализации данного сценария. В соответствии с вышесказанным, теперь можно ожидать продолжения нисходящего тренда к новым локальным минимумам. Для этого паре необходимо закрепиться в нынешней области, предельный уровень которого в случае коррекции лежит как раз на уровне сопротивления 1.3075. Ретест и отбой от этого уровня даст старт новому импульсу, который нацелится в область между 1.2883 и 1.2803. В свою очередь, отмена данного сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.3114. А вот ожидаемый рост цены к целевым уровням в нефти марки Brent все-таки состоялся. Сценарий исполнился успешно, предполагаемой коррекции к поддержке на 1.4212 не случилось. Цена была остановлена уже на уровне 1.4299, оттолкнувшись от которой начала новую фазу роста. После краткосрочного сопротивления на 1.4429 котировки пробили его и к настоящему моменту уже достигли первую целевую отметку на 1.4643. Достижение второго целевого уровня на 1.4764 вероятно является вопросом времени. Основной сценарий на восходящее движение в этом ключе сохраняет свою актуальность и логично ожидать продолжения роста. В настоящий момент котировки торгуются в области чуть ниже уровня 1.4643, что может вылиться в краткосрочную коррекцию, по окончании которой вероятность возобновления роста довольно высока. И вот на актуальном графике в случае развития локальной нисходящей коррекции основную поддержку цена может получить в районе 1.4429, где теперь расположена хорошая поддержка. Заход и последующий отскок из этой области дашь шанс покупателям сформировать. Очередной восходящий импульс, который нацелится на новые локальные максимумы в области между 1.4764 и вплоть до отметки 1.5034. Отмена текущего сценария состоится в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 42.99. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.